Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что представляет из себя концепция нового музейно-паркового комплекса «Союз» и как общественность может поучаствовать в реализации проекта? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директора музейно-выставочного центра «Самара космическая» Елена Кузина и архитектор, участник общественной инициативной группы по продвижению проекта Ирина Фишман. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-1122, звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Елена Михайловна, Ирина. Добрый день. Давайте еще раз расскажем про этот проект, что это за проект, что он из себя представляет и давайте напомним, кто стал его инициатором, в чем его основная фишка и идея. Ну, проект, конечно, новый, да, я прямо два слова скажу про инициативу. На самом деле, все довольно-таки спонтанно получилось, это пошло предложение от авиационного завода, от нашего авиакора, подарить нашему музею самолет, все у нас Ту-154, не просто так. И на самом деле, ну, это очень логично, потому что наше производство самарское, и, конечно, рядом с ракетой, самарской ракетой нашего производства было бы логично еще и самолет. Ну, и чуть позже еще была инициатива уже от «Прогресса» передать нам спутник «Ресурс Ф-2» в сборе, который тоже, ну, более чем величественно, на улице выглядел бы, ну, 6,5 метров сооружения, и тоже чисто самарское производство. И я думаю, что было бы, конечно, был бы еще повод гордиться нашим горожанам, потому что три таких уникальных, совершенно разных объекта, я не знаю, какой город делал вообще. А вот эти инициативы, они продвигаются, они появятся в ближайшее время, самолет со спутником или нет? Или вот вы сказали, что это были инициативы? Нет, ну, знаете, к сожалению, вот не Мартинский Рабас, который распределяет. Конечно, нужна поддержка, нужна поддержка, решения должны принимать, ну, как и горожане, наверное, наши, и поддерживать и власти, конечно же, потому что все-таки это вопрос очень серьезный. То есть сам завод вот взять этот самолет и передать не может? Ну, конечно, ну, извините, это и земли, это и, я представляю музей муниципальный, я тоже, как бы, человек, который выполняет свою службу и не все решает. Ну, очень бы хотелось. Ну, я думаю, да. Вот это вот основная идея, после которой начнется дальше. Ну, это был первый, первый толчок. А сейчас, как бы, проект, конечно, разросся и вылился в такую красивую форму, перед которой остановиться невозможно. Да, не остановить. Предложу Ирина рассказать про наш проект, несколько слов. Ну, вообще, да, Ирина, очень интересно, почему вот вы заинтересовались этим проектом изначально, чем он вас так зацепил, и что ваше видение, что он из себя представляет? Ну, в принципе, получилось так, что мы вообще просто, наше архитектурное бюро, за последние несколько лет мы становились финалистами и победителями нескольких достаточно крупных конкурсов архитектурных на общественные пространства в нашей стране. И так случилось, что вот нам очень захотелось этот опыт открытого проектирования конкурса привнести в наш регион. Осенью 2015 года мы устроили в Доме архитектора такой открытый городской диалог, на который, ну, позвали, как бы, представителей архитектурного сообщества, и там просто, да, он был открыт, в общем-то, может многогодно прийти. И мы рассматривали вот разные площадки, которые могли бы в городе вот стать, как бы, предметом конкурса. И совершенно случайно я увидела этот проект, вот проект культурного кластера, который разработали Ольга Филимонова, Антон Попов и Александр Филимонов. Вот творческая группа «Музей Самарокосмическая». И тема космоса оказалась еще очень нам близка, потому что наш родственник Владимир Крайнов, он в свое время был заместителем генерального конструктора ЦСКБ. И, в общем-то, мы подумали, что вот эта площадка обозначена, это вот вокруг Самары космическая территория, территория, прилегающая к фабрике кухни, то есть она совсем недалеко там находится, если мы посмотрим, и территория, прилегающая к культурно-извлекательному центру «Звезда». Вы просто свинули на нее с архитектурной точки зрения. Да, по сути, вот этот взгляд, и его как раз дала творческая группа «Музей», на такой вот, как бы, вот поверхность. И мы подумали, что вообще-то очень классная концепция, и вот как раз на нее бы можно было провести конкурс. Вот с этого все началось. И мы втянулись вот в этот проект, в общем-то, и создание такого знакового общественного пространства для города, когда уже, по сути, все готово, да, есть основа. Есть музей Самаро-космический, символ города. Есть второй символ города, который не до конца раскрыт, но тоже он сейчас развивается, фабрика кухни, в котором расположится филиал музея современного искусства. Культурный взглядный центр «Звезда», который, в общем-то, мало кто об этом знает, да, поскольку за последние годы, там, 90-е, 2000-е в процессе реконструкции он утратил свой изначальный облик. Но вообще это, конечно, выдающееся произведение советского модернизма. Вы тоже его хватите туда. Архитектурное. Заступное. А по сути, ну, эти объекты, они существуют, да, но так или иначе, пространство вокруг них, вот если вот к нам походим, посмотрим, да, оно такое лишенное смысла, по большому счету, потому что вокруг ракет у нас что? У нас есть стоянка, у нас есть стройка метро, у нас там возникают еще какие-то стройки, гаражи, пустыри, мы вот так вот через шиномонтаж проходим к музею Самаро-космическое, да. Если мы посмотрим на сквер возле фабрики кухни, то это тоже достаточно полузаброшенное такое пространство, там вот стоит обелиск борцам революции, но в сквере люди время проводить не могут, он, в принципе, неблагоустроен. И, в общем-то, вот площадь около КРЦ «Звезда», там была попытка, да, там вот есть небольшой фонтан возле завода «Зим», но оно такое тоже там, в основном, как парковка, оно пустое. А по сути, вот если оживить это пространство и соединить эти объекты в такой, ну, как бы один бренд, то есть вот, например, приезжает человек-турист в город, он приезжает, он идет не просто в музей Самаро-космическое, он идет в музей Самаро-космическое, потом он идет в Центр современного искусства «Фабрика кухни», потом он идет в культурный центр «Звезда», он оставляет достаточное количество денег нашему городу, и наш город говорит ему спасибо, и продолжает развиваться. И он городу тоже говорит спасибо. И он тоже говорит, да, это типичная практика. Конечно, да, это синергия, то есть проект основан на синергии трехзнаковых объектов, по сути, вот в чем его главу. Мне кажется, сейчас еще благоприятное время, потому что, вы знаете, там новая застройка, благоустройство все равно будет, и хотелось бы, чтобы это благоустройство произошло, но с учетом мнения, желания тех жителей, которые туда вселяются, потому что, ну, нужна парковая зона, нужна там велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, они должны быть разработаны по уму. Кроме того, нужны стоянки, конечно, ну, куда деваться с жизнью, мы все страдаем парковочные места, это все необходимо. Это термин «общественное пространство» удачный. Мало того, я хочу закончить, потому что, вспомните, сейчас сделали там улицу Лукачева, да? Луначарск. Луначарск, которая упирается в метро, хорошая широкая улица, не были на ней? Шикарная, но разъехаться некуда. И продолжение идет как раз, то есть она уже спроектирована, все, ну, рано или поздно она все равно будет. Она, то есть, вспомните, от Масленников, от Гагарина и Московского шоссе идет, вот там будет когда кольцо, и будет выходить на проспект Ленина, как раз между нами банком, по этой стоянке, которая сейчас существует, и выходить уже на проспект Ленина и на Соколова. То есть сейчас вот удобное время, когда, ну, показать наше желание, вот нас, жителей, те, кто работает, те, кто живет здесь, то есть каким образом на эту среду вот повлиять. И мы пытаемся это... Давайте посмотрим фотографии, чтобы вы представляли, да? Как говорится, лучше один раз увидеть, чем много услышите, как раз вот что это. А, ну, знаете, здесь мы показывали аналоги, да, то, что это, в общем-то, это сад ракет космического центра Кеннеди. А вот это что-то космическое реально, да? Да, это космический центр Джона Кеннеди в штате Флорида, в Америке. И, в общем-то, вот изначальная идея поставить в городе ракету, да, она изначально выросла из идеи создать в Самаре космопарк, то есть нечто подобное. Это было еще, знаете, когда, в 92-м году. Вот, то есть тогда инициативная группа из руководства ЦСКВ «Прогресс», они продвигали эту инициативу 20 с лишним лет назад, и они были вдохновлены вот этим. То есть когда они съездили... Вот, подольше остановитесь, чтобы вот это вот такая территория большая. Это была территория загородного парка, да. Да, это был совершенно вот такой эскиз от руки, который был сделан в 92-м году. И видение было в том, чтобы ракета «Союз», вот она вот на кромке стоит, да, над Волгой, чтобы было видно с Волги. Вот изначально было такое видение. А загородный парк бы стал таким вот большим научно-развлекательным парком. И тогда даже вышло постановление от тогдашнего главы города Георгия Лиманского. Постановление вот о создании Самаре космопарка. Обратите внимание. Ну, графика тех времен, да, тоже такой взгляд. Это тоже... Конечно, да. И так. Ну, в результате вот прошло время, мы получили музей Самары космической. То есть трансформировалась идея, да? Ну, космопарк не получился, но получился прекрасный музей. Но вокруг музея вот здесь очень хорошо видно, какую территорию занимает стоянка, какую территорию там занимают стройки, пустыри, да, то есть, ну, не оформлено. А вот если мы посмотрим вот так, это план города, то увидим, что вот наши вот эти три объекта в серединке синеньким, они в окружении перспективных зон под такую плотную застройку. Это Зим, завод Зим, да, 4-й ГПЗ недалеко. Там же овраг подпольщиков. И всем этим людям нужно куда-то ходить. Да. И где-то проводить время. Гулять детей. Да. И причем эти объекты, которые у нас там есть, это же, да, это символ русского космоса, символ русского авангарда. Фабрика кухни – это уникальнейшее здание, числящее в сфотологах ЮНЕСКО, благодаря Виталию Стадникову. И мало кто знает о том, что фабрика кухни, в общем-то, в форме серпай-молота. Да, да. То есть эту идею нужно популяризовать и донести ее до людей. Потому что сейчас многие не видят ценности в этом здании. А на самом деле она очень ценна. И вот, пожалуйста, вот так выглядела звезда когда-то. Это на самом деле такое произведение чистейшей модернистской архитектуры. И в архитектурном мире, так сказать, не только в России, но и за рубежом это здание известно. Именно в своем первоначальном виде. И вот такой эскиз был создан как раз Антоном Поповым, Ольгой и Александром Филимоновым. Это был просто такой эскиз видения самого музея Самары Космической, как вокруг можно обостроить территорию. Это ИТУ-154, рядышком и ресурс F2. И вот как бы... Ну то, что эти объекты в шаговой доступности, это тоже приятно, конечно. И то, что название «Союз», ну к нам еще присоединилась очень такая интересная группа. Это агентство стратегического развития городского округа Самары. Очень грамотные ребята, они очень хорошо курируют наш проект, очень удобно с ними работать. То есть они вот настолько наши мысли как-то материализуют, я не знаю, приводят в такое состояние понимания. Скажите, вот можно за ваш проект где-то проголосовать и высказаться общественности, если вот они услышали, увидели, как бы... Ну, свое мнение, может быть, там какие-то пожелания, да. Да, может быть, какие-то пожелания, да. И поддержку, можно. Есть ресурсы информационные? Ну вот в данном случае это как раз сайт самарских стратегий, это samara2025.ru. То есть вот там можно найти проект «Парксоюз», непосредственно на этом сайте, это сразу видно, там очень хорошая логистика. И там можно оставить, там есть прямо формы для заполнения, то есть можно зарегистрироваться, можно просто оставить пожелания, комментарии. То есть мы, в общем-то, открыты для диалога. Да, обязательно заходите вот на сайт samara2025 и голосуйте, потому что это действительно очень важно. И это не просто слова, потому что вы уже вынесли этот проект на сукт широкой общественности городской, более того, дошли до главы города. Давайте посмотрим сюжет, как это было, презентация проекта, а потом продолжим разговор. Вообще, так пока готовится сюжет к эфиру, вот после того уже, как прошла вот эта презентация, что-то сдвигается? Ну, в принципе, да. Потому что по итогам вот этого совещания, выездного с главой города, он дал, был составлен протокол встречи, он дал поручение вот нашей инициативной группе подготовить предложение по, ну там, нескольким пунктам, так сказать, по составу рабочей группы, которая дальше будет работать. Да, я бы хотелось бы, чтобы вот... И мы уже направили ему письмо, то есть у нас был срок 1 августа, мы направили письмо с нашими предложениями, со сметой проекта, то есть то, что требовала глава. И мы, в общем-то, ждем сейчас обратной связи. Ну, Ира-то понятно, исполнительная человек и такой заинтересованная абсолютно в этом проекте, она увлечена. Но меня радует то, что все-таки видение администрации города абсолютное, потому что нас уже вот на этой неделе пригласили на прошедшую неделю на совещание, и речь шла о резервации «Земель вокруг» под как раз социальные вот эти вот проекты. Ну, давайте посмотрим сюжеты и контов, и потом продолжим. В новый парк «Науки и культуры Союз» архитекторы предлагают включить три знаковых для города объекта – фабрику «Кухню», «Центр звезда» и музей «Самара космическая». Территорию благоустроят, соединят пешеходными дорожками, построят планетарий, а у музея появятся макеты космических объектов. Пока есть только концепция. Чтобы выбрать лучший проект, архитекторы предлагают объявить конкурс. Мы предлагаем именно архитектурное сообщество. Мы предлагаем провести открытый архитектурный конкурс на проект вот этой территории. То есть как всей стратегии, да, вот такой последовательной, поэтапной, так и, собственно, проекта благоустройства, в первую очередь, вот этого небольшого кусочка вокруг «Самара космической». Для того, чтобы это было как бы не закрытое проектирование, да, для того, чтобы можно было вовлечь жителей, чтобы люди действительно поняли, что это делает пространство для них. Создание нового парка «Союз» позволит Самаре еще раз заявить о себе, как о космической столице России. Крупнейшие предприятия готовы предоставить для парка техники экспонаты для размещения. Спутник «Ресурс-Ф2» и самолет Ту-154. Уже несколько лет нам предлагают забрать те символы города, которые, конечно, нужно сохранить народу. Ту-154. По переговору уже будет много лет. И вопрос, поставить его здесь или где-то в другом месте, это уже отдельный разговор. Парк «Союз» может стать новым центром притяжения для туристов. Мы это все поддержим однозначно. Формируйте предложения по составу рабочей группы. Я полагаю, что все это возможно. Тем более у нас очень много городов-побратимов в экономически сильно развитых странах, где такие проекты реализованы. Возможно, они своим опытом поделятся или инвесторов нам подберут. Реализовать масштабный имиджевый проект планируется в несколько этапов до 2021 года. Да, такой проект грандиозный. И тут и глава района, и города, и общественность вы уже внимание привлекли. А вот какие-то издержки, ну, жертвы, конечно, громко сказаны, придется на что-то пойти, что мешает такому продвижению проекта. Всегда же есть какие-то проблемы, да? Ну, вот я, честно говоря, не вижу особых таких. То есть, понимаете, если в центре города делать такой шикарный культурный класс, это, во-первых, надо понимать, что это очень имиджевый, высокая составляющая. Потом это все-таки обеспечение всем абсолютно одинаковых условий, независимо от какого-то социального слоя или там, насколько ты безден богат. Вот это вот времяпровождение, высокого такого культурного отдыха, да, пребывания именно интеллектуального. То есть перспективы очень хорошие. И я думаю, что здесь не надо сносить какие-то дома, понимаете, для того, чтобы вычистить. Это именно благоустройство, приведение в соответствие просто. Ну, как бы был, конечно, я вот понимаю, что некоторым сейчас резонет, что вот автостоянка, я сама понимаю, у меня у самой машины, я понимаю, насколько это глубокая проблема. Но стоянку я никогда бы не посмела убирать и даже просто пытаться. И не моих полномочий. Но там будет проходить дорога, так уже сложилось. Конечно, надо искать другие места, и я понимаю, что это суперпроблема. Но куда деваться, мы живем в одном городе, мы должны стремиться к лучшему, мы должны друг друга понимать и поддерживать такие хорошие святые инициативы. Потому что здесь, ну, никакое джилобство, понимаете. Это же на самом деле, я вот хочу, чтобы мои дети жили там, внуки, жили вот в городе красивом, в таком вот разе. Ну да, если у нас есть статус Самары космической, то нужно, конечно, прикладывать какие-то усилия, чтобы его не только поддерживать этот статус, но и развивать, и продвигать. И вот Ира сказала там, извините, пожалуйста, несколько слов о том, что предлагается провести конкурс. Я как бы сначала очень так аккуратно не стеслась, потому что, ну, я как директор сразу чувствую, что деньги расходовать на какой-то конкурс у меня как бы немножко покоробило. Но просто понимаете, здесь когда разложили, что экономическое составляющее тоже есть, то есть вот проведение этого конкурса оказывается менее затратно, чем заказ каких-то, и приносит больше, как бы больше результатов, больше проектов, выбор. Потом участие самою, вот как бы и жителей, когда мы обсуждаем это, и высококлассных, насколько мы надеемся, да, участников этого конкурса. Но про конкурс Сэр. Да, вот к нам дозвонились уже телезрители. Про конкурс мы продолжим, чтобы еще раз про условия вы рассказали. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вас беспокоит жительница, ой, что-то и телевизор, и радио, я сама тебя не слышу. Но вы уж определитесь, или телевизор, или радио. Не слышим. Говорите. Значит, это жительница проспекта Ленина 1. В нашем доме жил Козлов. И парк, сквер напротив дома, это детище Козлова. И очень много жителей за то, чтобы здесь поставили памятник Козлову. Вот об этом я хотела сказать. И жители радуют, и это было бы вполне справедливо. И этот сквер в память о Козлове, и чтобы поставили какую-то мемориальную доску, что все конструкторы, кто делал эти ракеты, все люди, которые имели отношение к этому, чтобы была какая-то мемориальная доска. Спасибо, мы вас услышали. Памятник мемориальной доски. Елена Михайловна, прокомментируйте. Если вы дома на проспекте Ленина 1, то я как бы сейчас не буду голословной, потому что недалеко, как вчера, проводили совещание в нашем музее. Вообще присутствовали Шум Михаил Федорович, участвовал Фомин Георгий Евгеньевич, участвовал Чечен Александр Васильевич. То есть для вас знакомые всем именам. Мы все однозначно за то, чтобы поставить вот этот бюст. Мало того, мы помним, что была создана общественная комиссия, куда входили и родственники, и представители общественных организаций и предприятий. И когда решалось, где будет установка. На самом деле решение было принято. И установка бюста именно звучала там. То есть вот, ну, со своей стороны я абсолютно поддерживаю этих людей, потому что это те глыбы, на которых музей, извините, стоит. И вообще просто о чем говорится, это более чем авторитетные люди. И имя, конечно, Козлова, мало того, что это был огромный потенциал города, пока он был жив, до сих пор это потенциал. Понимаете, когда мы манипулируем его именем, его известностью и в городе, и в других городах, мы двумя руками только за, и все, что возможно от нас, мы, конечно, поддерживаем установку. Вот единственное, что это механизм продвижения. Вот как общественность подает такую инициативу, идею. Вот он отработан, вот как это все будет? Очень сложный вопрос, но я вот еще немножко добавлю. Понимаете, что радует? Когда мы приглашали на одно из совещаний представителей туризма, то все четко видят, что выстраивается, опять же, наш кластер всегда расширяется. Представьте себе, от полевой вот этот проспект Ленина, который захватывает вообще и как раз Ленина-1, вот этот знаменитый Козловский дом, ну как ни крути, это на самом деле сам по себе уже факт, символ нашего города. И для нас всех это родное. И вот эти ответвления именно к Волге, и вот этот туристический маршрут, который в Самаре все-таки к 2018 году должен быть проложен. И вот как венец мог бы быть, вот все это проговорено было, и включался вот этот сквер, то однозначно вот в этом вот как раз маршруте. То есть я вот своей страны и нашей группы, я не вижу вообще тех, кто был бы против этого. Да, надо добиваться. Это однозначно, да. И про общественные вот инициативы, это, наверное, очень трудно. Потому что вот сейчас, вот мы с Ирн точно уже обсуждали, прям вот буквально, вот буквально только что, что получается, что это первый опыт для города. И боюсь, что не только для Самары, когда инициативная группа, и вот, понимаете, протокольное вот это поручение от мэра города. Я такого не видела, честно говоря, что вот инициатива. Он пришел специально в музей посмотреть проект. Потом мы еще имели возможность показать и музей, впечатлить его, как бы это было. Но он пришел посмотреть проект, который выдвинула общественная группа. Это ведь не каждый, так скажем, город себе позволяет, и не каждый мэр такие вещи делает. Вот у нас это принято, и слава богу. Мы сейчас по проторенной дорожке пройдем, может быть, подскажем. Есть еще и палата общественная, да, при главе. Да, конечно. То тоже можно через них, там же тоже вот наши, так скажем. Ну, как показывает на самом деле практика, то всегда лицом к лицу получается лучше. Потому что мы и до этого отправляли тоже обращение, да, Ирина Михайловна? То есть писали письма, но как бы письма, они не доходят, как обычно. Да, да, письма, они остаются какими-то. И как бы если возвращаться, вот как раз, кстати, про общественную инициативу, про открытое проектирование, потому что очень интересно. Что важно было предложение. У нас был опыт недалеко совсем, в Казани. Там проводился конкурс на набережные, озер Кабан, вот в Казани. И просто мы изнутри увидели, как финалист этого конкурса, и увидели какая-то вообще потрясающая площадка для сбора вместе вот всех интересантов. Потому что даже на уровне составления технического задания, конкурс, то есть а что там должно быть на этих набережных, а как оно должно быть, какие объекты, функции, были семинары с жителями. Их всех приглашали, они все писали свои пожелания. И там большую часть этого задания составляло, в общем-то, то, что сказали жители. Вот жители, прилегающие к территории общественной. А профессионалы уже это сделали. А у нас уже и бизнес подключается к нашему, понимаете? Причем удивительно, удивительно то, что люди, да, надо делать, абсолютно не видят. Да, большинство подписей, на самом деле, в поддержку, они были собраны из-за вот у жителей, которые, собственно, вот эти вот ЖК-звезда, ЖК-спутник, да, которые строятся, ЖК-ракеты, вот они уже там даже те, кто еще туда не въехали, люди приходили и подписывали эти подписные листы, то есть сами забирали их из музея. То есть они очень поддерживают эту инициативу. И в принципе мы как раз и видим то, что, если вот брать, как пример, тоже Казани, вот если говорить о бюджете, то есть там, например, строительный тендер. Вот обычный строительный тендер. И, скажем, вот при строительном тендере получается один проект. А в данном случае, когда проводится конкурс, то есть можно сравнить, призовой фонд, например, в конкурсе в Казани, он был там порядка 4 миллионов. А рыночная стоимость подобного проекта, который они получили, зашкаливает за 20. А они получили 10 проектов. Из всех 10 они что-то там взяли, там потрясающий набор идей. И опыт какой. Да, и какой опыт. И там были архитекторы с мировым именем. То есть они приглашали людей. Мы туда как бы вошли в консорциуме, то есть вместе, да, с итальянским бюро, которое работает над общественными пространствами по всему миру. И вот каждое архитектурное бюро российское, оно было вместе с иностранным. А что вот по нашему конкурсу, кто будет его участником, как вы предполагаете, уже есть кто-то, уже кто-то претендует, уже может какие-то там даже разразить. Пока еще очень рано, да? Нет, конечно. Пока не принято решение, мы не можем на следующий провод. Мы на стадии сейчас, в общем-то, вот как раз, ну, вообще мэр поддержал эту инициативу, да, но в данном случае сейчас нам нужно понять, каким образом будет формироваться бюджет. У конкурса все равно есть бюджет, да. И самое главное, мы на стадии формирования технического задания, потому что именно сейчас нам как раз нужно собирать вместе окружающий бизнес, жителей, людей, разговаривать с ними и составлять, вот, потому что, да, там кто-то пришел и сказал, а здесь не нужен самолет. А кто-то говорит, нет, нужен. Да, конечно. А нет, а здесь нужна стоянка. Говорят, нет, не нужна. Ну, нужно же, да, вот... Ну, это как раз рождается обсуждение. Да, как раз рождается. Конечно, хотелось бы, чтобы мы прошли это на интеллигентном уровне, а не вот из этих вот, когда из кустов поливания грязи, мне очень не хочется. Ну, мы готовы ко всему, мы работаем с людьми, но хочется такого конструктивного диалога. Вообще, ваш проект, нужно сказать, что еще и такую функцию объединения несет, потому что, да, это вот такое ценное в наше время свойство, потому что мы сейчас такие все, в основном, разобщенные, все в свое. Уставшие и раздраженные. Да, уставшие и раздраженные. Поэтому, конечно, если вот все у вас сложится, вас поддержат и общественность, и власти, и бизнес, да, что вот немало важно. Татьяна, вы проголосуете лично за нас? Да, давайте еще раз напомним, Самара, сайт 2025, горожане, уважаемые самарцы, зайдите на этот сайт, проголосуйте за такой вот проект, или просто посмотрите, ознакомьтесь. У нас, кстати, вот еще остались фотографии, чтобы еще раз визуально все это увидеть, представить. Мы можем их досмотреть сейчас, а вы прокомментировать, что представляет из себя этот проект. Фотографии посмотрим сейчас, вот что это. Ну, это как раз тот спутник, который обещают, да, эта схема. Вот мы видим уже с учетом новой дороги, вот внизу она такой волной идет, это дорога, которая будет. Ну, вот здесь кадр, это мы говорили о том, что сама перевозка и транспортировка самолета, она может стать таким событием достаточно масштабным, медийным для города. Это вот эскиз, который был создан, да, вот именно. Вот самолет мы видим, ракету и спутник, да. Потерялся спутник, я не успела так. Рассказать с самолетом, спутник, конечно, небольшой получается. Но для него нужен отдельный павильон, то есть все-таки он, скорее всего, да. Ну, радует, например, то, что сейчас уже на прогрессии, то есть у меня есть протокольное тоже поручение от Кириллина Александра Николаевича, когда он своим отделом, мне очень нравится, номер 784, там не прочитаешь, какой отдел, дает поручение, что надо оформить документацию, надо разработать остаточную стоимость, надо вот разработать, какой будет вложимент, потому что надо устойчиво снять какие-то детали, которые... То есть этот протокол уже есть, и там четкие сроки обозначены. То, что мы не успели затронуть обсуждение, да. Очень важная тема. Очень важная тема, да, которая вот там мелькнули картинки планетария и обзорные вышки. На планетарии мы давно уже про это говорим, с Реном Михалом. Но мы услышали поддержку от мэра города. Да, это очень важно. Вот это важно, и вот это как раз пустырь, который в проекте планировки фабрики кухни, там есть пустырь, да, вот он может быть разрезированный, в принципе, для планетария. И что еще интересно, идея была тоже такая высказана в архитектурном сообществе, вот тоже там, может быть, в комплексе с планетарием, могла бы появиться обзорная вышка, для того, чтобы люди могли сверху увидеть здание фабрики кухни. И понять, что оно... Ой, вообще такая панорама, боже мой. Ну, и в принципе, весь наш город, конечно, и ракеты, да. Ну, то есть, в целом, то есть, это на самом деле, ну, как бы, как такой дополнительный туристический объект, да, посмотреть на фабрики кухни. Да, конечно, и я думаю, что все-таки вот проведение чемпионата мира, да, в 2018, оно даст толчок. Симул такой должен быть. Симул, и что вот такой будет вот продвигающей такой силой, да, вот тоже, что вот к этому нужно, ну, обязательно нужно, потому что... Ну, тем более, все уже дано. И про внутренний туризм, да, а уж со всего мира люди приедут. А все дороги города ведь ведут мимо ракеты, обратите внимание. Да, вот действительно, никуда вот не свернешь его, как едешь всегда на эту ракету. Да, еще одна дорога пойдет теперь. Да. Улича Луна-Чарского. Сейчас ваши ближайшие, вот, понятно, что все это, да, вот, проекты, идеи, и вот вам нужно девизом сделать «Нас не остановить», наверное, потому что без остановки идеи, идеи и территории, и все, и вот, и сообщество расширение. Вот что вы в ближайшее время намерены делать? Я думаю, что наряду со всеми мероприятиями было бы очень значимым и красивым открытием как раз вот того спутника, как и на территории нашего музея. Учитывая то, что 12 апреля 2017 года нашему музею исполняется 10 лет, я обратилась опять же к Александру Николаевичу Теренину с тем, чтобы приурочить установку этого. Если успеет предприятие, если они сочтут возможным, если позволят финансы, потому что с их стороны тоже должны быть желания и какие-то затраты, если они увидят значимость этого проекта, значимость нашего музея, в конце концов, то это был бы, конечно, такой хороший толчок, и 12 апреля, во-первых, День космонавтики, 10 лет в музею, мы вывозим, кстати, свою выставку в Москву, в День хаут, в музей космонавтики договорились уже достигнуты, сразу причем, сразу. Самарский музей знает очень хорошо во всей России, я вас уверяю, все готовы принять. И вот если бы было открытие вот этого спутника, было бы, конечно, великолепно. Ну и, конечно, мы зависим от того, когда будет строиться дорога. Мы же не можем ставить объекты такие, как самолет, а потом передвигать. То есть это понимание четко должно быть, должен быть четкий проект, должна быть уже выстроена дорога, мы не должны друг другу мешать. Хотя мы уже сходили и в фирму, которую строила метро. Мы узнавали, насколько близко мы можем к ветке, нам все разрешили. Нас все встречают с открытыми, распростертыми объятиями. Что радует. Особенно те, кто побывали хотя бы раз в музее. Да, ну тогда лишний раз. Это волшебное место. Да, пригласите наших горожан, конечно, посетить музей. Что сейчас лето, это и туристический поток, и вместе с горожанами, пожалуйста, все приходите в Самару Космическую. Ирина, у вас минутка остается тоже на какие-то пожелания, обращения. Я просто могу сказать, что так случилось про грант. Я подумала про наши первые действия. Мы выиграли небольшой грант от Министерства культуры, от Департамента культуры, прошу прощения. И мы, в общем-то, собираемся установить три информационных стелла, таких небольших, около каждого объекта, понавестующих, собственно, о проекте Парк Союз, с карты этого проекта, и с информацией об объектах. То есть это КРЦ-звезда в его исконном виде, кто архитектор, когда построен, также вот Самара Космическая и фабрика кухни. То есть жители города все-таки смогут информационно уже узнать об этом. То есть этот проект, он как бы материализуется немножко в городе вот в форме таких информационных значков. Мы надеемся, что к осени у нас получится. Да, а может быть и в Самаре Космическом музее тоже вот какое-то информационное сделано. Есть уже. У нас огромный баннер, у нас постоянная презентация. Спасибо вам, огромное время вышло. Ой, удачи вам, продвижение эффективности, результативности. С вашей помощью. Чем можем, поможем вместе с общественностью. Призываем вас всех. Сайт Самара 2025. Заходите, голосуйте. До свидания, всего хорошего. Спасибо. 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 Продолжение следует...